Телевидение для продавцов. Сегодня начинаем с телевизионной новости. Не будет ни театров, ни кино. Будет одно сплошное телевидение. В настоящее время стоит признать, что герой фильма «Москва слезам не верит» ошибся. Потому что даже телевидение сегодня сдаёт позиции перед интернетом. Или, можно сказать, перерождается в интернет-телевидение. И китайский миллиардер Джон Ма хочет приложить к этому руку. Представители Alibaba Group заявили, что компания собирается запустить новый интернет-ресурс. По сути, это китайская версия Netflix и HBO Now. А заодно и конкурент китайским ресурсам IQI и Йоку Тудоу. В общем, магнат интернет-торговли собрался завоевывать рынок видеостриминга. Детище команды господина Ма называется T-Mall Box Office. Сайт, как и конкуренты, будет предлагать видеоконтент на условиях платной подписки. Alibaba Group частично будет производить контент самостоятельно, а также станет закупать его за рубежом. До 90% программы сериалов будут платными. T-Mall Box Office сосредоточится на развлекательных видеопродуктах. Так что у Alibaba можно будет теперь не только покупать, но и смотреть. Половина полуострова без связи. Сообщение из Северной Кореи. В КНДР отключен интернет. Стоит оговорить, что прекращение поставок услуг касается беспроводного интернета. И это актуально только для иностранцев. До сих пор иностранные граждане в Северной Корее могли купить сим-карты с подключением к 3G-интернету. Их срок действия совпадал со сроком действия визы. А накануне местный сотовый оператор Корио Линк распространил сообщение на английском языке. В нем указано, что доступ к глобальной сети приостановлен. Среди причин называются некие технические неполадки. Отключение произошло на следующий день после пожара в небоскребе Пхеньянь Корея отель. Есть предположение, что повреждены инженерные сети, но официального подтверждения не поступало. Когда иностранцы могут вновь запостить парадные виды Пхеньяна, также неизвестно. Тулбар может попасть в категорию вредоносного ПО. Такой вердикт внесли надстройки для браузеров Ask Toolbar, а заодно и всем ему подобным. Компания Microsoft сообщила, что дополнения для браузеров, которые самостоятельно вмешиваются в работу обозревателя или компьютера, приравнены к вредоносному программному обеспечению. Решение, впрочем, вполне обоснованное. Многие дополнения, в том числе тулбары, зачастую устанавливаются невнимательными пользователями во время инсталляции другого ПО в режиме по умолчанию, а затем активно вмешиваются в работу программ для серфинга. К примеру, Ask Toolbar попадает на компьютер вместе с установкой Oracle Java и меняет в браузере поисковую систему на Ask.com. Если попытаться удалить это дополнение, Ask Toolbar отображает предупреждение во всплывающем диалоге. Более того, после удаления он снова может попасть на компьютер при обновлении Java. Теперь же все программное обеспечение, мешающее пользователю менять настройки браузера, включая настройки поисковиков, считаются в Microsoft вредоносными и будут удаляться встроенным в Windows 7 и выше антивирусом. Мосты можно печатать. Уже трудно удивить публику возведением домов с помощью технологии 3D-печати. И вот очередь дошла до мостов. В столице Нидерландов собираются построить переправу через канал с помощью специальных роботов, которые по сути являются огромным 3D-принтером. За нетривиальную задачу взялась компания MX3D. На ее сайте уже размещено видео с испытаниями конструкций, которые станут основой необычного моста. А строителями станут 4 промышленных робота. Они начнут дело с двух берегов и в конце концов встретятся на середине моста. Для постройки была усовершенствована технология трехмерной печати, или точнее, сварочно-печатная технология. Ведь материал сооружения – композитная сталь. Точное месторасположение 3D-моста гласят в конце 2015-го, а завершат строительство в 2017-м году. На этом все. Не забывайте подписываться на страницы проекта ProNet в социальных сетях Facebook и Twitter. До встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин